Партия регионов и Коммунистическая партия Украины потребовали от Верховной Рады принятия специального закона об амнистии для участников беспорядков на востоке страны. Парламентарии заявили, что не будут продолжать голосование, пока их требования не удовлетворят. На этот выпад спикер Верховной Рады Александр Тупчинов сообщил, что провел по телефону переговоры с активистами, захватившими здание Управления Службы Безопасности Украины, и предложил им мирный вариант урегулирования конфликта. Голы, люди складают строй. Если люди сложат оружие и освободят добровольно административные помещения, не надо принимать закон об амнистии. Мы гарантируем, что они не будут привлекаться к уголовной ответственности. Так называемых протестантов в Донецке и Луганске используют враги Украины не для того, чтобы решить проблему, а создать нам проблемы. Мы заявляем, что все проблемы можно решить за столом переговоров, и для этого нет необходимости идти на нарушение закона. Все, кто так поступают, работают на врагов страны. Турчинов также заявил в парламенте, что обсудил с участниками беспорядков вопрос создания международной комиссии, которая бы объективно расследовала действия протестующих на Юго-Востоке. Но такое предложение поддержали не все парламентарии. Так, председатель свободы Олег Тегневок высказался против амнистии протестующим. Мы будем добиваться возбуждения уголовных дел на тех, кто поддерживает оккупантов, в том числе и на депутатов Верховной Рады. Например, господин Колесниченко, являясь народным депутатом Украины, позволяет себе в средствах массовой информации унижать Украину, восхвалять оккупанта, занявшего украинскую территорию, то есть Российскую Федерацию. Если он так поступает, то пусть получает паспорт гражданина Российской Федерации и уезжает из Украины. Тегневок также заподозрил партию регионов в причастности к событиям на Юго-Востоке страны. Скажите, пожалуйста, те депутаты от партии регионов, которые голосовали в Крыму и Крымском парламенте за проведение так называемого псевдореферендума и так называемой независимости Крыма в нарушении Конституции, это депутаты Украины? Те же политики ездили в Крым, а теперь ездят по Харьковской, Херсонской, Запорожской областям. Те же самые народные депутаты. Пока в Верховной Раде обсуждают, как поступить с сепаратистами, ситуация в восточных и юго-восточных областях Украины остается напряженной. Группы вооруженных людей пытаются дестабилизировать обстановку, заявляют о необходимости проведения референдума по примеру Крыма. Международные сообщества и украинские власти призывают сепаратистов сесть за стол переговоров, чтобы обсудить проблемы и найти пути их решения. Однако, похоже, что мирные решения проблемы не входят в планы так называемых антимайдановцев. Их цель – отделение от Украины восточных областей страны.